Старший сапер воинской части 51-532. Сколько вам? Мне 22 года. Как мы учения? Тем самым после чего учения закончились. Нас перебросили на боевые действия. Как бы особо нас не узнавали, хотим ли мы участвовать в этом. Не агитировали, что Украина плохая, все это. Ну, вытаскивать там границы какие-то, где воюют. Мы стояли там, базировались на, я так понимаю, заповеднике Апук. Там располагались в течение 30 дней, базировались. После чего пересекли границу с Украиной, получается, в Армянске. И двигались 6 дней по территории Украины. Маршрут не могу тоже точно сказать, но знаю. Пересекали населенные пункты Веселый, Каховская. Тем самым приехали уже под Николаев. И там непосредственно случился контакт нашей силы и вооруженной силы Украины. Тем самым уже там и сдались. Но до этого, когда мы ехали, мы уже видели обстановку, которая накаляется. То, что мы едем сюда не миротворцами, а реально воевать. Все вопросы командирам, какого хрена мы вообще тут делаем, типа развернуться назад да уехать. Не доедем мы домой. Эшелоны сзади, они убивают тех, кто дезертирствует. Уезжают назад. Ну, по-видимому, да, вот с кем я виделся из небольшого круга людей, где мы пресекались как раз, ну, все же военные. Им то же самое говорили. Они реально есть те эшелоны, которые убивают людей, которые пытаются вернуться домой. Ну, конечно, я хочу вернуться. Безусловно, я хочу вернуться. Я понимаю, какую беду меня затащило в то место работы, где я работал. Я, наверное, больше не вернусь. Не то, что, наверное, я не вернусь к тому месту, где я работаю в армии. Они обманули наглым образом. И кинули, как кусок какого-то мяса. Просто действительно, вот есть же... Вот люди поняли своей головой, когда... Ну, вот у них, например, наши телефоны забрали, мы не видели новости всей, вот обстановку в общем по Украине, что вообще происходит. То, что нам говорили, в каждом населенном пункте нет мирных жителей, например. Они там были. Нас это настораживало. Но в следующем, когда мы уже вот перед тем, как нас непосредственно... Мы сдались. За километров 15 мы понимали, что эти ракеты, которые летят, они летят не куда-то там, именно по военному. Они летят в мирное население. В такие же населенные пункты. Обычные. Абсолютно базовые. И на этой почве как раз был контакт, и мы, конечно, сдались, потому что нам говорили совсем обратно. Например, под Одессой морпехи не вышли из судна. 600 человек. Они дали бунт. Они понимали то, что происходит. Они просто не сошли из судна. Но у нас не было никакой информации. Но мы когда уже поняли вот эту обстановку, нас не пустили назад. Нас сказали, что нас убьют сзади, если мы пойдем. Но они вот единственное, что можно будет, это только сдаться. Это единственное. Работать я уже, да, никогда не буду в вооруженных силах. Это не то место.